Обратите внимание, что в нашей области в населенных пунктах до 100 человек, где не предполагается наличие ФАПов, 165 таких населенных пунктов ФАПы имеют. Обратите внимание, что в населенных пунктах до 300 человек, которые расположены менее 6 километров от ближайшего населенного пункта ФАПов, мы также содержим ФАПы. Таким образом, каждый 20-й ФАП расположен сегодня в населенных пунктах, где, еще раз согласно нормативным документам, прикрепленного населения недостаточно для его функционирования. Тем не менее, мы эти ФАПы содержим, планируем их продолжать, безусловно, содержать. В среднем по области на один компьютерный томограф приходится 14 исследований. При этом в Абдулина 1,6, в Первомайке 3,5, в Ясном 4,2. Это потенциальные возможности, безусловно, которые сегодня есть у железа, но они не используются в силу недозагруженности. Вы видите, что узких специалистов, по сути, нет ни в Светлинской, ни в Домбаровской больнице. Их очень сложно принимать, когда у тебя 0,5 ставки. Ну и посмотрите, и в Ясном-то на 25 тысяч тоже, по сути, у главного врача никаких шансов, кроме как иметь одного специалиста, сегодня возможности нет. А при обслуживании уже 50 тысяч населений у него появляется возможность иметь трех хирургов, двух отолерингологов, трех офтальмологов. Есть конкретные ставки, на которые можно приглашать молодых специалистов. Сегодня этой возможности нет ни в Ясном, ни тем более ни в Светлом, ни в Домбаровске. Вопрос простой. Нужен главный врач с большой зарплатой или нужен хороший доктор, да? Нужен хороший доктор, однозначно. Сокращаемые люди, которые будут сокращаться в больницах, которые объединяются, будут трудоустроены. Никто не должен потеряться, это вопрос в том числе нашего контроля. Так? Так. Будет новое оборудование, будут узкие специалисты, да, будут узкие специалисты доходить до всех. В том числе телемедицина, консультирование, дистанционное и так далее. Это понятно. То есть менять нужно, оставлять так, как есть сегодня, нельзя. Тем более, что вопрос, о котором сегодня министр сказал, финансирование сегодня в той системе, которая подушевое, которая работает при условиях сокращения населения, не выдерживает никаких параметров для оказания людям медицинской помощи. Редактор субтитров А.Семкин